В празднике ряд сайтов, среди которых Фонтан, Карулина, Сдаты, Эхо, Москвы и другие были внезапно заблокированы. В сети появились сообщения, что сайты задидосили, то есть подвергли дидос-атакам. Дидос это сокращение от английского distributed denial of service, то есть отказ в обслуживании. Это атака на вычислительную систему с целью вывести ее до отказа. Или создание таких условий, при которых легальный пользователь не может получить доступ к системным ресурсам. Ответственность за атаки взяли на себя сетевые хомячки. Кто и почему хомяч из сети, пытался выяснить Алексей Карипанов. Безобидный, явно довольный, пушистый, грызун на интернет-сайте сообщества держит задушенную компьютерную мышь. Почему именно хомячки? Они так и не объясняют, называют себя лишь истинными патриотами страны. В отличие от тех средств массовой информации, которые, по их словам, лгут и поливают грязью. Мы действовали исключительно в рамках правового поля. И все, что мы хотели сделать, это привлечь внимание к этой проблеме и просто зачитать электронные СМИ до дыр. И, собственно, то, что у нас получилось, о чем и мечтали все эти СМИ. Героям 9 мая автора ролика Максима Балонкина уже окрестили в интернете. В День Победы не без его участия пали сразу несколько сайтов петербургских и столичных СМИ. Новую газету уже спамили весной этого года. Журналисты тогда сами разобрались, кто. Но дело в полиции почему-то возбуждать отказались. И хотя в этот раз ответственность на себя взял конкретный человек, в издании сомневаются в искренности его слов. Я не думаю, что это может быть просто шалость молодых людей, потому что если оценивать по мощности эту атаку и по тем ресурсам, которые были атакованы, то это была достаточно мощная атака. И это не дешевое удовольствие. Дидос-атака – дело действительно непростое и затратное. Но только если речь идет о неподготовленном человеке, объясняет руководитель проекта «Хакспейс» Алексей Орлов. Ее принцип нетривиален. На сервер сайта единовременно поступают запросы, число которых в сотни и даже тысячи раз превышает посетителей в обычные дни. Это сродни автобусу, в который набились безбилетники, и места для добросовестных пассажиров почти не осталось. Это зараженные компьютеры, на которых при помощи вируса внедрена специальная программа, которая управляется злоумышленником. И пользователи, сами того не подозревая, участвуют в атаке. Даже, может быть, те, кто смотрит сейчас новости, их компьютеры участвовали вот в этой атаке. Они об этом не знают. Создать мусорный трафик на непригодный сайт может не только студент-технарь, но любой, у кого есть такое желание. В интернете сотни страниц, предлагающих подобные услуги. Связываемся с хакерами онлайн. Хотим узнать, возможно ли обрушить сайт НТВ. Хочется, например, чтобы он повисел пару часов в самые пиковые часы. Вечером, например. Пару часов маловато, но если канал крупный, значит бюджет на такое тоже должен быть немалый. Собеседник называет сумму в 50 долларов за сутки, но оговаривается, что все индивидуально. Узнав подробности от заказчика, время и продолжительность атаки, резко повышает сумму. На когда нужно? В ближайшее время на буднях. Я думаю, вы можете ориентироваться на приблизительно 100 долларов в сутки. Мы будем анализировать еще этой ночью. Пардон, 100 уе в час. Разочарую. Итого, чтобы атаковать сайт только одного СМИ, нужно как минимум пару тысяч евро. Навыков и знаний студента-связиста, пять лет грызущего гранит науки, должно было хватить, чтобы провести операцию, говорят в деканате. Но вот в одиночку вряд ли соглашаются и друзья-однокурсники. Максим – настоящий менеджер, КВНщик, активист и отличник. Он всегда мог собрать команду. Хотя студент совершенно аполитичный и никогда не был замечен в нелюбви к оппозиции. Пока я не вижу, какой смысл было это проводить. Ну да, СМИ освещают неверно все дела. Можно и поверить, конечно, в эти все благие цели. Но мне кажется, там глубже-то задумка. По приколу, по чьему-то заказу ли действовали студенты, можно только гадать. Хотя в сети уже пошли предположения, что за атаками могут стоять некие молодежные проправительственные организации. Их смелость и открытость атакованные журналисты сначала было похвалили, но потом как-то разочаровались. Если шахматист садится и ходит Е2, Е4, то он прекрасно понимает, что будет дальше. Дальше система, какая бы она ни была, может быть он презирает журналистов, но походит Е7, Е5. И дальше его ход. Ну уж если это назвался, да, и как только его имя зазвенело, а именно этого он и хотел, он растерялся. Вероятно, испугался карательных мер. За такие шалости, ведь Уголовный кодекс предусматривает вполне реальные сроки заключения. В сети начали собирать деньги на адвоката Максима Балонкина. Это настоящие хомячки живут в клетках. Виртуальные, очевидно, предпочитают грызть на воле. Алексей Кирипанов, Дарья Никитина, Николай Встафьев, Роман Ткачев, Валерий Савинский. НТВ Петербург.